Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Большой брат следит за тобой. Частное охранное предприятие «Патриот». Это надежная охрана вашего дома, квартиры, коммерческого объекта, гаража и сопровождение ценных грузов. Чок «Патриот» – ваша безопасность. Это наша работа. Телефон дежурной части 66131. Здравствуйте. В эфире программа «Патрули» я и ведущая Наталья Мохова. Жесткие ДТП, убийства, контрафактный алкоголь и наша традиционная рубрика «Осторожно, пьяные водители». Все это в сегодняшнем выпуске. Поехали. На этой неделе с молниеносной скоростью в социальных сетях распространилась информация об убийстве школьниками троих жителей Кызыла. Информация оказалась недостоверной. Но и радоваться пока нечему, так как в Туве возбуждено уголовное дело по факту изнасилования женщины двумя подростками. По версии следствия, в ночь с 5 на 6 апреля 40-летний мужчина и его 39-летняя спутница пришли ночевать в пустующую квартиру расселенного дома. Позже в эту же квартиру пришли двое 17-летних подростков. Между всеми присутствующими возникла ссора. Подростки избили мужчину, который умер на месте от полученных травм. Но и это не остановило молодых людей. Они изнасиловали женщину. По данному факту, следственными органами Следственного комитета России по республике Тува возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 131-132 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающих уголовную ответственность за совершение изнасилования и иных действий сексуального характера совершенной группой лиц. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего события, в том числе направленных на установление причины смерти потерпевшего. Кроме того, судом по ходатайству следователя в отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Не справился с управлением. Госавтоинспекция. Исследователи выясняют обстоятельства ДТП, где погиб человек и трое пострадали. В следственной оперативной группе установлено, что 33-летний мужчина не справился с управлением и улетел в кювет. От тяжести полученных травм водитель скончался на месте. В тот же день в Кызыле произошло столкновение двух авто. По предварительным данным установлено, что 40-летний водитель Рено Логан, двигаясь по улице Каахем, при обгоне Тойоту столкнулся с ней. В результате аварии в медучреждения с травмами различной степени тяжести были доставлены пассажиры Тойоты. Третье ДТП, а именно наезд на пешехода, произошло 6 апреля на улице Калинина. 23-летний водитель Тойоты Калдино, двигаясь по улице Калинина, сбил 50-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате ДТП пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение Республиканской больницы. В настоящее время по всем фактам дорожно-транспортных происшествий ведутся проверки. В Туве поймали черного копателя. Сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности был задержан 37-летний мужчина, который пытался продать старинные вещи. У мужчины из незаконного оборота изъято 42 археологических предмета, в числе которых черешковый кинжал и нож, фрагменты ламеллярного доспеха, стремена, удила с псалиями. По словам задержанного, археологические предметы ему отдали незнакомые люди на стоянке маршрутных такси в Мангун-Тайгинском районе для передачи в музей. Однако в феврале часть предметов он уже продал. На настоящий момент оставшиеся артефакты в количестве 42 штук переданы на постоянное хранение в Национальный музей Республики Тыва. Исследование показало, что указанные предметы относятся к периоду древнекиргизского каганата, а это 9-10 век и представляют особую культурно-историческую ценность. Таким курганам, могильникам надо относиться как, прежде всего, к могилам наших предков. Это наша земля и все, кто лежит в этой земле, наши предки. И это совершенно для нас должны быть курганы. Мы же знаем, что любое посягательство на душу, память умерших людей, по нашим представлениям, это запретно, запрещено нашей культурой, обычаями. А с другой стороны, вот все они представляют для собой, для нас, прежде всего, очень большую историческую ценность. В Туве дорожные полицейские задержали водителя, скрывшегося с места ДТП. В минувшие дни на трассе Кызыл-Эрзин произошел наезд на пешехода, который на месте скончался от полученных травм. А сам водитель даже не удосужился посмотреть, что с пешеходом. Сбежал с места ДТП. Сразу после происшествия ориентировки, предположительно, серой иномарки разлетелись по всей республике. И во время проверки одного из КФК полицейские обнаружили Тойоту-Корону с разбитым лобовым стеклом и зеркалами. Установлено, что в момент ДТП машиной управлял 43-летний мужчина. Во время допроса задержанный признал свою вину. Сотрудниками полиции установлено, что в октябре 2016 года мужчина попадался за пьяную езду. Решением мирового судьи он был лишен водительских прав на 18 месяцев. В настоящее время гражданин задержан. По факту ДТП следователям возбуждено уголовное дело оставления в опасности и нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Мы продолжаем рубрику «Осторожно, пьяные водители». На третьем месте водитель без документов. Во время рейда внимание инспекторов ДПС привлекает вас. При виде дорожных полицейских водитель начинает явно нервничать. Как после выяснилось, водитель не имел водительского удостоверения. Во время оформления протокола супруга водителя пояснила, что муж сел за руль, потому что нужно было доехать до аптеки. На втором месте автоледи. На улице Байхакская дорожные полицейские для проверки документов дают сигнал для остановки белой иномарки. Но водитель игнорирует требования госавтоинспекторов. Далее начинается погоня. Две патрульных машины от самого круга Байхакской до востока преследуют водителя. Машину удается остановить минут через 9-10. На вопрос съемочной группы, почему не остановились, водитель сказала, что просто не заметила машину сотрудников ДПС. На первом месте пьяный водитель. Семеро по лавкам, а если быть точнее, 9 мужчин в одной легковушке. Сообщение о неподчинении требованию ДПСников поступило в дежурную часть в ночь с воскресенья на понедельник. Водитель игнорировал требования дорожных полицейских от Южного до 14-й школы. Как после оказалось, водитель был пьян. Теперь молодой человек останется без водительского удостоверения. Помимо этого, он должен заплатить штраф за неподчинение и перегруз. С 1 по 7 апреля в республике зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых двое погибли, пятеро получили травмы. За прошедшую неделю сотрудниками ГИБДД на территории республики задержано 59 водителей в состоянии опьянения, из них две автоледи. Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. Большой брат следит за тобой. Частное охранное предприятие «Патриот». Это надежная охрана вашего дома, квартиры, коммерческого объекта, гаража и сопровождение ценных грузов. ЧОП «Патриот». Ваша безопасность – это наша работа. Телефон дежурной части 661-31. 6 апреля руководителю одной из столовых села Кызыл-Можалык поступил анонимный звонок. Звонивший сообщил о том, что в столовой заложена бомба. В свою очередь руководитель сообщает об анонимном звонке в дежурную часть. На указанный адрес немедленно выезжает следственно-оперативная группа. Из столовой было эвакуировано 65 человек. При обследовании помещения взрывное устройство и другие взрывоопасные предметы не были найдены. По горячим следам полицейские установили личность анонима. Им оказался подросток из села Хемчик. Установлено, что 10-летний мальчик на учете подразделения по делам несовершеннолетних не состоит. В отношении родителей мальчика составлен административный протокол. Кроме того, родителям мальчика предстоит возместить материальный ущерб, нанесенный как гражданам, так и государству в связи с выездом по ложному сообщению. 5 апреля в паспортный стол для получения прописки обратился житель поселка Кахем. В ходе проверки документов сотрудниками полиции установлено, что в паспорте мужчины стоит поддельный штамп о снятии с регистрационного учета и регистрации по месту жительства. При допросе мужчина рассказал, что ранее оформлял так называемую прописку через свою знакомую. В действиях указанного гражданина усматриваются признаки преступления подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печати, бланков. В минувшие дни на улице Правобережная города Кызыла сотрудники ДПС остановили Тойоту Хайс. В ходе досмотра машины сотрудниками госавтоинспекции обнаружены изъяты тысяча бутылок спиртосодержащей продукции различных наименований. Сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, у водителя не имелось. Помимо этого, во время проверки документов инспекторы ДПС установили, что данные кузова авто не соответствуют указанным свидетельствам транспортного средства. По данному факту усматриваются признаки преступления подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства. Для дальнейшего разбирательства автомобиль, водитель, а также контрафактная алкогольная продукция были доставлены в дежурную часть полиции. Незаконно перевозимая продукция общим объемом 500 литров изъята и направлена на исследование. На этом выпуск программы «Патруль» подошел к концу. И в заключении я напоминаю наши контакты. Адрес электронной почты и телефоны редакции на ваших экранах. Смотрите программу «Патруль» также на YouTube-канале Тувинская единая служба информации. Теперь точно все. Берегите себя и своих близких. До свидания. «Патриот» Большой брат следит за тобой. Частное охранное предприятие «Патриот». Это надежная охрана вашего дома, квартиры, коммерческого объекта, гаража и сопровождение ценных грузов. ЧОП «Патриот». Ваша безопасность. Это наша работа. Телефон дежурной части 66131. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин